Здравствуйте! Это программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Сегодня среда, золотая середина рабочей недели или, как еще говорят, маленькая пятница или экватор. Кстати, Владимир Жириновский именно среду предлагал сделать дополнительным выходным, говоря о внедрении в Россию четырехдневной рабочей недели. Председатель ЛДПР полагает, что этот выходной можно посвятить тому, до чего обычно не доходят руки – спорту или общению с родственниками. Правда, накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что пятидневку можно оставить, но сократить сам рабочий день. Мы решили поинтересоваться у москвичей, какой вариант им более предпочтителен. Федерация независимых профсоюзов России предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю. А как к этому отнесутся москвичи, сейчас спросим. Конечно, отрицательно, поскольку люди будут получать мало, вернее, меньше, а они и так получают мало. Я считаю, что пять-два нормально. У всех каждого человека есть задачи, там в жизни, на неделю, на месяц. Меньше работать – медленнее движешься, да, то есть в жизни. Я против. Да, я тоже против. Что же заработаешь за четыре дня? Мне кажется, и так ночью много выходных. Куда еще больше-то? А зарплата как тоже за четыре дня? А на что жизнь? Четыре дня – это что? Да, зарплата нету. Как относитесь к четырехдневной рабочей неделе? Положительно. Только зарплата бы то же самое оставится. Шестидневную. Все сидят и просто ничего не делают и ждут. Когда придет время, я свалю. А тут они будут работать. Так что я за. Какой выходной бы для себя выделили? В среду. В серединке. Да, будет хватать времени на себя, на занятия, любимыми делами. Я как наемный работник, я бы, конечно, больше отдыхал. В понедельник он очень тяжелый день, поэтому лучше было бы выходной. В Европе то, что присутствует такая практика четырехдневной рабочей недели, и при этом зарплату не уменьшают. И при этом результат работника, сотрудников компании увеличивается. Их работоспособность. Не знаю, как у нас в России примут такую практику, но я считаю то, что, мне кажется, нет все-таки. Можно искать взящий график сделать женщинам, у кого дети, удобно же. Можно работать меньше по времени, но более эффективно. А вот у самозанятых граждан, которых по официальным данным ФНС в России около 200 тысяч, есть возможность самим выбирать, в какие дни работать, а когда отдыхать. Впрочем, при действующей системе налогообложения самозанятых, им скорее придется трудиться, не покладая рук. Сам налоговый режим, между тем, так понравился властям, что они готовы с июля будущего года распространить его еще на 19 российских регионов. Пока он действует только в четырех. Об этом накануне заявил глава Минфина Антон Силуанов. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение парламента. Фракция ЛДПР категорически против принятия данного документа. Не дождавшись итогов по первому году, партия большинства предложила распространить этот налоговый режим, как они говорят, не только на четыре региона, крупных региона, но и на другие 19 регионов. Доноров, которые имеют доходы, и эти доходы еще и распределяют между другими субъектами. Но не только эти субъекты, но и субъекты, где есть города-миллионники. Нижегородская, Самарская область, Санкт-Петербург, Доноры, Ханты-Мансийск, Тюмень, Ненецкий автономный округ. И таким образом общий список создают 23 региона. То есть уже четверть страны будут под так называемым налоговым режимом. Естественно, мы не можем поддержать этот закон, поскольку аргументы сторонников налога для самозанятых или налога на профессиональный доход, аргументы их просто несостоятельны. Первое, они говорят, что можно выйти из тени. При этом говорят, что это добровольно и никто штрафовать не будет. Зачем выходить из тени? Потому что это дополнительная налоговая нагрузка. 4,6% это довольно серьезно для граждан. И в случае, если оборот большой работы, не из-за того, что она высокооплачиваемая. Человек просто трудится больше. Поэтому он не должен платить из-за того, что ему не могут дать работу. И государство не обеспечило человека с высшим образованием, например, рабочим местом. Поэтому мотивов каких-то выхода из тени у граждан просто-напросто нет. Говорят, что будут формироваться его пенсионные права. Никаких пенсионных прав у самозанятых не формируется. В случае, если они уплачивают налог 4-6%. Единственное, что действительно происходит, это часть этого налога уходит в фонд обязательного медицинского страхования. И граждане, самозанятые россияне с российским гражданством, получат медицинскую помощь, которую они и без того получат в программе обязательного медицинского страхования. Точно так же, как и граждане, которые вообще не имеют российского гражданства. Мигранты, нелегальные, занятые и так далее. Потому что сегодня государство датирует медицинскую помощь лиц, которые прибыли в Российскую Федерацию, на заработки не граждан Российской Федерации. Люди не должны бояться зачищать свою жизнь, считает лидер ЛДПР. Владимир Жириновский готовит законопроект, который развяжет руки потенциальным жертвам криминала. Политик намерен внести в ближайшее время на рассмотрение Госдумы документ, который позволит россиянам применять любое оружие при необходимости самообороны для защиты себя и своей семьи. В настоящее время, по мнению Жириновского, соответствующий закон не обеспечивает этих функций. Мы должны расширить возможности для гражданина защищать себя. Что эти пределы необходимой обороны, в состоянии, когда на него нападают, он не может определить. Он должен защищать. В том числе, возможно, нападавший будет тяжело ранен или даже убит. И суд должен оправдывать того, на кого напали, на чей дом напали, имуществу кого нанесен ущерб. Поэтому большинство граждан должны быть согласны с этим. Это в их защиту. То же самое можно было бы сделать и при нападениях на улицы, на пляжи, ну в любом месте. К сожалению, сегодня, если два нападавших, а он один, а он их раскидал, они валяются, так его потом судят, что он нанес увечья двум гражданам. А никто не видел, что они напали на него. И вот здесь мы в тупике. Может быть, действительно человек наглую взял и двух человек избил. И будет говорить в суде, что они на него напали. Конечно, нужны свидетели. И, возможно, есть ножи, оружие при этих жертвах, отражение атаки. Но в квартире здесь явно нападение на этот дом, на эту семью, на имущество. Мы должны встать на защиту каждого гражданина. В первую очередь на того, кто мог стать жертвой нападения. И даже если будут превышены какие-то пределы необходимой обороны, пусть потенциальные преступники, негодяи, бандиты, воры, пусть знают, что может быть превентивный ответ, что последует выстрел. По статистике, в России оправдательных приговоров по делам, связанным с самообороной, меньше 1%. В большинстве случаев вердикты судей носят обвинительный характер. Слуги эфемиды говорят, что обороняющийся должен так рассчитывать свою силу, чтобы не причинять нападающему несоразмерного вреда. Американское правосудие, напротив, считает, что неправ тот, кто посягнул на частную собственность и претензий к жертве нападения не имеет. Владимир Жириновский рассчитывает восстановить справедливость в российских судах. Лучше все-таки снять ограничения с пределов необходимой обороны, чтобы за решеткой не оказывались те, кто стали уже или могли стать жертвой нападавших. А нападавшие на свободе в другом месте нападут на кого-то. Это недопустимо. Мы внесли поправку и будем просить депутатов поддержать ее. Добавить статью 37 УК РФ о пределах самообороны. Поднять их выше. Что мы все с вами имеем право защищать себя, свои имущества, своих близких. И будем открывать огонь по тому, кто на нас напал. А они пусть знают, кто планирует нападение, убийство, нанесение увечья, хищение имущества, похищение, грабеж. Что получат превентивный удар. Их надо расстреливать на месте. Ни один нормальный человек не будет на кого-то нападать. А потом это изображать как пределы необходимой обороны. В основном жертвами повышения пределов необходимой обороны будут преступники. Они будут погибать, потому что граждане будут в них стрелять. Современная Украина словно знаменитый Титаник. Такое сравнение Родины с печально известным пароходом в своей книге «Самоубийство Украины» сделал киевский журналист Андрей Ваджра. На страницах произведений автор сравнивает свою страну с медленно уходящей под воду легендой. Владимир Жириновский прокомментировал тему. Вот лет через 30 в Америке, вот в такой же студии в Вашингтоне, будут спорить, а сколько иракцев уничтожили американцы в конце 20 века. Тоже будут? Да покажите справку. Миллионы иракцев уничтожены. Напрямую, на наших глазах. И вот это и есть прямой геноцид. Поэтому не надо нам уже действительно копаться то, что было 100 лет назад. Давайте сегодня разбираться. Вы видите, у вас евреи уезжают на втором месте после Франции. Все уезжают. А кончатся погромами. Обязательно. Потому что еврей Гройсман и Коломойский, и Зеленский скормили нацистов украинских. Это всё повернётся. Потом что вы будете делать, когда они будут стрелять на улицах, и появятся настоящие нацисты? Конечно, вы правы. Какая она? Четвёртый Майдан, пятый. Всем нужна Украина. Я начал с этого. Это игрушка для всех. Это дымит всё. Горит всё. Люди гибнут. Это европейцы, американцы. Всем выгодно. Вы что, не понимаете, в чьих руках вы находитесь? Вот ваш Андрей Ваджра из книги «Самоубийство Украины». «Титаник под названием Украина идёт ко дну». Корпус спора. Двигатели заглохли. На капитанском мостике рукопашная с выбрасыванием тел за борт. В нищих трюмах малоимущие пассажиры уже стоят по горло в ледяной воде. Но на верхних палубах играет музыка. Изысканно одетый высший класс делает вид, что ничего не происходит. Ему не нужна правда. Вы пишете, Василь Бакар. Ведь правда вызовет панику. Скажи нечестно народу, что корабль идёт на дно гордей. Из трюмов вырвется обезумевшая страха толпа, требуя своего места в спасательных шлюпках. Поэтому украинская элита продолжает пить, жрать, веселиться и украдка интересуется, как быстро прибывает вода. И готовится к процессу эвакуации. В итоге пассажирам третьего класса ложь и неизбежная смерть. А для элиты прощальный банкер, Василий, с шампанским и спасательные шлюпки, загруженные дорогим барахлом. Андрей Ваджра, это вы пишете о вашей кончине. И к этому часу у меня все новости. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Продолжение следует...